Насколько готовы бийские дошкольные учреждения принять детей, по традиции проверят специалисты управления образования, государственного пожарного надзора, сотрудники ГУО и ЧС. Они осмотрят учебные кабинеты, пищеблоки, медпункты, дадут оценку общему состоянию здания, особое внимание уделят пожарной и антитеррористической безопасности детских садов. Учреждения, в которых обнаружат нарушения, не смогут начать работу, пока их не устранят. Проверять детские сады будут до 13 августа с 6-го. Проверки начнутся и в школах Наукограда, добавляют корреспонденты бийского рабочего. В московском комсомольце на Алтае можно прочитать о том, что в пригороде Барнаула обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Местный грибник нашел пистолет и вызвал полицию, а уже сотрудники Росгвардии обнаружили тайник, в котором было 4 пистолета и 802 патрона. Весь этот арсенал был изъят правоохранителями, теперь они устанавливают, кто им владел. Очередное затмение, теперь солнечное, смогут видеть жители края. Об этом сообщают аргументы и факты Алтай. На этот раз затмение будет частичным. Луна закроет лишь 20% Солнца. Случится это 11 августа в период с 17 до 18 часов местного времени. Для желающих понаблюдать за явлением в Барнаульском планетаре установят телескоп. Татьяна Голубева, Наши новости. Продолжение следует...